Ежегодно День Ашура приходится на уникальную дату. В этом году он выпал на сегодняшний день. По традиции в этот день поминают пророков и посланников, соблюдают пост, раздают садака, радуют детей и близких, читают Коран и совершают богоугодные дела. Каждый год дома по всему Кавказу наполняются ароматами традиционного наваристого супа из мяса и из лаков. Каждый народ готовит его по-своему. С вариантом черкесского рецепта вас познакомит Фатима Даурова. К подготовке ингредиентов главного блюда праздничного дня Ашура, традиционного супа, который обязательно подаётся гостям, жительница аула Жако Фатима Мамхягова приступила рано утром. Отварила дроблённые зёрна белой кукурузы, отдельно фасоль, выращенную в собственном огороде. И, конечно же, всё это будет заправляться домашним молоком и сметаной, которую наша героиня сама отсепарировала буквально несколько часов назад. «Мы же недавно сделали курман из этого. Мы оставляем специально для Ашу. Вот для этого. Это обязательно. Это такой антибут, что мы должны вот это добавить. Никакое либо мясо. Именно вот». Кстати, обычай добавлять мясо появился после принятия ислама. Старинный рецепт этого супа сотни и сотни лет передаётся из поколения в поколение. У черкесов блюдо символизировало изобилие, достаток, урожай. В него входили практически все известные злаки, которые предки выращивали на полях. Конечно, каждая хозяйка готовит его по-своему. А готовый суп обычно поливают зажаркой из лука, острого перца и паприки. «С детства видели, как наши мамы, бабушки готовили. И так пошло и поехало. И сама стала уже бабушкой. А по вкусу получается, как у мамы? Такой же вкус получается? Или вы добавляете свой суп?» «Дети говорят, что да, вкусно. А у нас вкус детства, мамино, да? Всё равно где-то, где-то». Хозяйка дома Фатимат Мамхягова встречает свою тёзку Фатимат Хапсирокову, которая живёт совсем рядом. Добрососедские отношения поддерживаются в том числе и совместным празднованием особенных дат, радостных событий и моментов в жизни каждой семьи, проживающей на одной улице. Слова женщин, обращённых к Богу в такой светлый день, наполнены надежд на спокойное будущее. «Пусть все, которые ушли на СВО, чтобы они все вернулись живыми и здоровыми, чтобы больше никогда такого не было, чтобы мирное небо над головой было. Аминь». Суп обычно варят в больших порциях, чтобы угостить всех домашних и раздать соседям. Последнюю функцию выполняют самые младшие в семье. Считается, что чем с большим числом поделишься, тем больше будет достатка в доме. Фатима Даурова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия.